Монопольно высокие цены. Глава региона обратился в ФАС по вопросу проверки обоснованности цен на авиабилеты в Наринмар и обратно. Открытый микрофон предпринимателей региона пригласили на диалог с представителями власти региона и федеральных структур. С итогами дня в студии Ирина Цепитова. Губернатор Неницкого округа Игорь Кошин направил руководителю федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву обращение с просьбой провести проверку обоснованности цен на авиабилеты в Наринмар и обратно, которые в летний период вновь резко пошли вверх. Текст письма глава региона разместил на своей странице ВКонтакте. В своем обращении губернатор напоминает, что воздушный транспорт является в регионе единственным видом транспортной инфраструктуры, обеспечивающим круглогодичное межрегиональное пассажирское сообщение. Межрегиональные пассажирские авиаперевозки из Наринмара в Архангельск, Москву и Санкт-Петербург осуществляют две авиакомпании ЮТЕР и Нордавия региональной авиалинии. Авиакомпании занимают доминирующее положение на рынке и, как пишет губернатор, устанавливают монопольно высокие цены на авиабилеты, количество которых по минимальным тарифам экономического класса ограничено от 5 до 10 мест на рейс. И жители округа вынуждены приобретать их по максимальным тарифам. В мой адрес постоянно поступают обращения граждан, обеспокоенных высокими ценами на авиабилеты, особенно в наиболее востребованный период массовых летних отпусков, отмечает Игорь Кошин. Так, по маршруту Наринмар-Москва в авиакомпании ЮТЕР стоимость авиабилета эконом-класса в ноябре 2015-го, марте 2016-го года составила более 8,5 тысяч рублей. В июне-августе 2016-го от 18 тысяч рублей до 21,5. В аналогичный период в авиакомпании Нордавиа региональной авиалинии соответственно 6 тысяч 800 и от 18 тысяч 200 рублей до 26 тысяч рублей. По маршруту Наринмар-Архангельского авиакомпании Нордавиа региональной авиалинии стоимость авиабилета эконом-класса в ноябре прошлого года, марте текущего, составила почти 9 тысяч. В июне-августе 2016-го года составит 10,5 тысяч рублей. В этой связи Игорь Кошин просит провести проверку соблюдения указанными авиаперевозчиками федерального закона о защите конкуренции в части запрета на установление и поддержание монопольно высокой цены. Земельные участки, инвестиционная карта НАУ, тарифы на электричество для субъектов торговли на селе и первое предложение от предпринимателей о государственно-частном партнерстве. Вот неполный список тем, которые успели обсудить на Координационном совете по предпринимательствам. В этот раз он прошел в необычном формате – открытый микрофон. К диалогу пригласили представители бизнес-сообщества. Символично, что мероприятие прошло в День российского предпринимательства. Его отмечают сегодня, 26 мая. Где можно ознакомиться с перечнем госимущества, которые предприниматели могут взять в аренду? Этот вопрос стал первым в рамках проведения открытого микрофона. Предложить сегодня такой большой перечень, что прям уже взять в аренду, думаю, что мы, наверное, сильно вас не порадуем. Но у нас второй вопрос отрабатывается – бизнес-инкубатор, где мы сможем предоставить льготную аренду для начинающих предпринимателей. И ведется поиск других помещений. Ключевыми вопросами встречи стали земельные отношения. Зачастую у предпринимателей, которые хотят организовать свое дело, возникают проблемы не только с помещениями, но и с землей. Вот, допустим, у меня есть миллион рублей. Вот где я могу кафе построить, где я могу прачечную, где гараж, где слесарную, что-нибудь такое. Вот есть такой план вообще? Этот вопрос власти региона уже взяли на контроль. Управление земельных и имущественных отношений провело инвентаризацию тех земельных участков, которые были даны в аренду, но никак не использовались. Сегодня изъято 11 таких участков, и скоро они будут выставлены на торги. Они будут выставлены не ранее с сентября на торги. Они будут выставлены не в том виде, в котором они есть. Потому что, ну, сами понимаете, там история длинная, и разрешенное использование, может быть, не вызовет интерес сейчас. То есть мы будем менять разрешенку, будем учитывать мнения предпринимателей, фонды, и, соответственно, предложения архитекторов. Именно поэтому мы не хотим торопиться, хотим, чтобы к августу был уже готов проект планировки и архитектуры, чтобы мы со своими вот этими участками старыми попали в проект планировки. Просто с тем разрешенным использованием, которое, по мнению архитектуры, нужнее. Но оно, безусловно, останется коммерческим. Может быть, один или два участка, ранее располагавшиеся, ну, никто не думал, что там будет дорога, они будут изъяты из этого списка. Возникли у предпринимателей и вопросы по поводу участков земли в центре города, на улице Смедовича. Разговор о коммерческой застройке территории шёл ещё несколько лет назад, но до сих пор остаётся открытым. По словам Михаила Кушнира, когда будет готов новый проект планировки города, а это случится к концу августа, станет понятно, в каких конкретных местах можно строить. Затем будет сделан проект межевания, и участки будут выставлены на торги. По словам специалистов, это случится не ранее первого квартала 2017 года. В рамках встречи прозвучало первое для региона предложение о государственно-частном партнёрстве. У меня предложение конкретное, что, может быть, дать поручение профильным департаментам и проработать вопрос возможности включения в план ГЧП именно проекта по восстановлению Памбашора в качестве модульного, скажем так, варианта развития туризма на территории. То есть я, будучи руководителем туристической компании, естественно, не скрываю своих целей и задач. И наша цель и задача – это создать такие условия, при которых на Памбашор можно возить туристов, можно там зарабатывать деньги, но в то же время хочется, чтобы это было сделано абсолютно легально, чтобы это приносило, так сказать, выгоду и самому населению территории, которая там живёт. С другой стороны, я также понимаю, что, в принципе, найти деньги, предположим, на восстановление бассейна, на восстановление избушки, поставить какие-то объекты – это полдела. Самое главное, мне кажется, это всё-таки, чтобы власти обеспечили постоянный контроль этой территории, которого сейчас нет абсолютно. То есть на словах у нас Памбашора является гордостью округа, там уникальная территория, по факту творится там бардак, и кто хочет, тот ездит, что хотят, то и творят. Представители профильных ведомств с инициатором согласились. Это предложение можно обсуждать, но в правовом русле с учётом природоохранного законодательства. Этот вопрос решено рассмотреть на следующем Координационном совете по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 31 мая в прямом эфире радиостанции «Наринмар-ФМ» Игорь Кошин ответит на вопросы жителей округа. Глава региона расскажет о приоритетах социальной политики, непростых решениях, условиях дефицитного бюджета, точках роста и проблемных вопросах округа. Вопросы будут приниматься в ходе самой прямой линии. Она начнётся в 11 часов 31 мая на радио «Наринмар-ФМ». В прошлый раз глава региона отвечал на вопросы жителей 17 февраля. Тогда в течение часа Игорь Кошин ответил на 18 вопросов, поступивших в прямой эфир. Жители региона волновали проблемы, связанные с трудоустройством, расселение из ветхого и аварийного жилья, строительство новых социальных объектов, жилье для сирот и другие. Звонки поступили из «Наринмара», «Оксина» и «Наринминоса». Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства внесло свои предложения по включению мероприятий в новую редакцию государственной программы «Социально-экономическое развитие арктической зоны России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Речь идёт об актуализации и разработке нормативно-правовых актов, касающихся сферы проектирования и строительства объектов в Арктике, а также разработка механизма геотехнического мониторинга крупных городов Арктической зоны. Целью данных предложений является формирование новых подходов к освоению территорий, где изменение климата существенно влияет на изменение температуры грунтов. Сюда же относится предотвращение аварийных ситуаций на объектах жилого, промышленного комплексов, железных дорогах и автодорогах, расположенных в Арктической зоне. Мероприятия также будут способствовать развитию науки и технологий в области изучения многолетних мерзлых грунтов, проектирования и строительства на них зданий и сооружений. Предложения Минстроя были одобрены Минэкономразвития России. В данный момент они находятся на рассмотрении в правительстве. Власти Нинецкого округа разрабатывают проекты глубоководного морского незамерзающего порта Виндиги и железной дороги к нему. С помощью этих проектов, общая стоимость которых предварительно оценивается в 260 миллиардов рублей, регион выйдет на Севморпуть. Об этом сообщил губернатор округа Игорь Кошин в кулуарах совместного заседания морской коллегии при правительстве и президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики в Архангельске, сообщает информагентство НАУ-24. Предварительная проектная стоимость глубоководного порта составляет порядка 120 миллиардов рублей, железной дороги около 140 миллиардов. Задача инфраструктурно раскрыть наш регион, нашу страну. Задача инфраструктурно раскрыть наш регион, нашу страну. Здесь, в Архангельской области, заработает Северный морской путь. А если у нас получится построить железную дорогу из Сосногорска на Индигу, и там у нас будет порт не только для отгрузки жиженого природного газа, перевалки нефти, но и для отгрузки генеральных грузов, мы выходим на середину Севморпути. То есть мы еще ускоряем перевозки, сказал Игорь Кошин. Строительство предполагается в три этапа. На первом будет построен глубоководный морской порт. Газопроводы от Кумшинского и Коровинского месторождений, завод СПГ мощностью 4 миллиона тонн в год. На втором этапе в порту построят нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, а на третьем – контейнерный терминал. Ранее Игорь Кошин говорил, что проект строительства порта нуждается в привлечении независимых инвесторов и будет реализован с помощью механизмов государственно-частного партнерства. Ненецкая агропромышленная компания готовится к предстоящей страде. Впереди посев многолетних трав, удобрение кормозаготовительных участков, а потом месинокоз. Фирменная сеть мясопродуктов улучшает качество обслуживания населения. В более удобное помещение переехал магазин «Гурман». Федеральная реклама по цене региональной. Точное попадание в цель. Бесплатный телефон по России 8 800 100 1 83. Север становится ближе. Привычное разнообразие мясной продукции, но в новом месте. Магазин общества «Мясопродукты» «Гурман» сменил прописку. Теперь купить продукцию из мяса северного оленя можно по новому адресу. Улица Ленина, дом 48. Ассортимент привычный постоянным покупателям, но все же каждый отмечает положительные изменения. Какие, расскажем далее. Новый фирменный магазин мясопродуктов так же, как и прежде, располагается в микрорайоне Городецком. Но если в прежнем помещении торговля шла из-за прилавка, то теперь «Гурман» полностью перешел на самообслуживание. Там была продажа за прилавком. Как бы было людям неудобно, не видно, не посмотреть, не пощупать. А сейчас все прекрасно, красиво, тепло, светло. Нам нравится, и мне кажется, покупателям тоже нравится. Вчера очень много людей нас поздравляли с новосельем. Всем очень нравилось. Все очень хорошо. Несмотря на то, что магазин работает только третий день, отбоя от покупателей, как и прежде нет. Постоянные клиенты, несмотря на смену прописки, за мясом и молочкой идут уже в обновленный «Гурман». И ничего, что теперь он находится в стороне от проезжей части. Тот был, конечно, поближе к центру, но тем не менее, все равно не так далеко стал находиться. Довольно-таки удобно. Здесь попросторнее, вроде как, места побольше. Ассортимент магазина остался прежним. Здесь можно купить фирменную продукцию, произведенную в окружной столице, молочку также от местных производителей, зелень, огурцы и другие продукты питания. Режим работы магазина «Гурман» с 9 до 20 часов. Напомню, теперь магазин общества «Мясопродукты» в микрорайоне Городецком располагается по новому адресу улица Ленина, 48, напротив окружной стоматологии. Алена Валей, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Ненинском округе продолжает расти валовое производство молока. По информации отдела социального развития селам, сельскохозяйственного производства и переработки, за 4 месяца 2016 года рост составил 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23 тонны. В абсолютных цифрах с начала года аграрии надоели почти 1000 тонн молока. Вместе с ростом производства молока в регионе увеличилось и поголовье молочных коров. Прирост составил 7% или 48 голов. При этом общее поголовье крупного рогатого скота в округе увеличилось на 67 голов. За 4 месяца текущего года хозяйство произвели 25 тонн молока. Сегодня животноводы получают окружную субсидию из расчета на 1 кг реализованного либо отгруженного на собственную переработку молока в размере 97 рублей в перерасчете на базисную жирность. На этот год в окружном бюджете на поддержку молочников заложено почти 342 миллиона рублей. На календаре конец мая у окружных животноводов уже началась жаркая пора подготовка к сенокосу. Прежде всего необходимо тщательно подготовить луга. Так, Нинецкая агропромышленная компания в этом году продолжит посев многолетних трав и удобрение кормозаготовительных участков. Сейчас хозяйство вывозит технику на участки, а в ближайшие дни планирует приступить непосредственно к работе. Так, на Телевисочном и Оксинском участках будет произведен подсев многолетних трав овсяницу логовой и козлятника, а также донника. Это двухлетнее бобовое растение. Кроме этого в селу Ганинецкой АБК это более 600 гектаров будут удобрены. Подготовительная работа дает больше урожай трав, а также увеличивается и пищевая ценность кормов. Всего за сезон планируют собрать 6,5 тысяч рулонов сена. Это на 500 больше, чем в прошлом году, но стоимость его значительно выросла. В этом году на закупку запасных частей пленки и шпагата предприятием было истрачено 7,2 миллиона к уровню 2014 года увеличения в два раза. В связи с тем, что вся у нас техника прицепная импортная итальянская и польская и стреч-пленка тоже импортная. Евро с 46 рублей прыгнул на 76 в связи с такое удорожание на продукцию. Но в целом к предстоящей страдении низкая ПК готова. В ближайшие дни должен пройти еще один конкурс на поставку последней партии дизельного топлива. Сам Синокос хозяйства планирует начать в июле. Все будет зависеть от травостоя и погоды. Смотрите через несколько секунд. О едином госэкзамене, о будущих режиссерах-постановщиках округа, концертах популярной группы Current Process на радио Север-ФМ и чемпионате по скалолазанию. Нярьяна Виндер газета для мам и пап. Для бабушек и дедушек. Для мальчишек и девчонок. Для всей семьи. Нярьяна Виндер любимая газета. Сегодня началась государственная итоговая аттестация для девятиклассников. Ребята сдавали экзамен по химии, информатике, обществознанию и литературе. Для одиннадцатиклассников экзаменационная пора стартует 27 мая. 41 человек придет в пункты проведения экзамена на базе школы номер 5 и средней школы села Тельвиска, чтобы сдать ЕГЭ по географии и литературе. Всего в Неницком округе организовано три пункта сдачи единого госэкзамена. В их число также входит первая городская школа. По сравнению с прошлым годом количество пунктов сдачи кратно уменьшилось. Это связано с новыми требованиями к процедуре. Они обязывают регионы оснащать объекты онлайн-видеонаблюдением. По расчетам специалистов, стоимость соответствующего оборудования для сельских образовательных учреждений в четыре раза превышала стоимость доставки детей из населенных пунктов на Ринмар. Поэтому в целях оптимизации было решено организовать приезд экзаменуемых в столицу региона. Доставка сейчас осуществляется на протяжении этих трех дней. 25-го приехали у нас первые дети. Это Ома и Харута. Сегодня и завтра еще мы ждем ребят. Они будут проживать в школе имени Пирирки, непосредственно в интернате. Созданы все условия. Мы обеспечили в рамках государственной программы развития образования в Ниньском автономном округе проезд, обеспечено питание и, безусловно, проживание будет не осуществляться в самом интернате для тех детей, которые изъявили желание. Потому что есть сельские дети, которые пожелали жить у родственников. Кроме того, по словам Лианы Храповой, у сельских ребят, которые приехали в Нинмар, будет возможность посетить единый выпускной бал. Он пройдет на площади Маратсей 18 июня. Напомним, первый ЕГЭ по географии и литературе состоится уже 27 мая. Обязательный экзамен по русскому языку пройдет 30 мая. Математика базового уровня запланирована на 2 июня, профильного на 6. Сдача ЕГЭ по выбору продлится до 20 июня с учетом резервных дней до 30. Всего в регионе ЕГЭ сдают 266 человек, в том числе 36 выпускников прошлых лет. В рамках регионального заказа Наринмарский социально-гуманитарный колледж готовит специалистов для сельских домов культуры. Первый творческий экзамен по направлению профильной подготовки сдали студенты-заочники первого курса по специальности социально-культурная деятельность. На отделении готовят будущих режиссеров, массовых праздников и театральных постановок. Практически все 12 студентов, которые учатся на отделении, уже работают в учреждениях культуры, но не имеют профильного образования. Все, чему научились ребята за год обучения, они продемонстрировали в ходе комплексного экзамена. Он объединил несколько дисциплин актерское мастерство, сценическую пластику и режиссуру. Грим студенты сделали самостоятельно. Этому искусству они также обучились на протяжении учебного семестра. Творческие номера, подготовленные студентами под руководством профессиональных режиссеров, были оценены экзаменационной комиссией. По итогам сессии все студенты переведены на второй курс. Полный срок обучения их составляет два года десять месяцев. Таким образом, через два года колледж выпустит специалистов, которые отправятся работать в сельские учреждения культуры. Новый формат, новые возможности. Впервые в истории окружного радио Ненецкая ТРК запускает проект «Живой звук». Каждую пятницу в вечернем прямом эфире наши коллеги будут устраивать акустические концерты напрямую из студии радио Наринмар-ФМ. Первыми в формате программы «Живой звук» выступят музыканты эстрадно-инструментальной студии «Кюрент Процесс» под руководством Игоря Саботовича. Молодой коллектив уже успел завоевать любовь и признание зрителей Ненецкого округа. В прямом эфире прозвучит живая музыка от неоклассики до кавер-версии на лучшие зарубежные хиты. Премьера 27 мая в 20.00 на радио Наринмар-ФМ на частоте 102,5. Трансляция будет вестись на сайте trk-sever.ru На скалодроме «Дюц-лидер» состоялись соревнования по адаптивному скалолазанию. Он прошел в рамках проекта «Учимся жить вертикально». Дмитрий Марков наблюдал за теми, кому не страшны любые высоты. Очередной фестиваль по адаптивному скалолазанию проходил в два дня. В первый день фестиваля была видеопрезентация действующего чемпиона мира по адаптивному скалолазанию Михаила Сапарова. На второй день организаторы провели соревнования по скалолазанию и мастер-классу. Основная цель фестиваля была такая, чтобы показать более эффективный и доступный способ реабилитации и социализации людей, детей с ограниченными физическими возможностями. То есть, весь этот проект был нацелен на то, чтобы не только здоровые дети могли заниматься скалолазами, но и дети, которые, может быть, хотят, но не имеют возможности заниматься. И тем самым мы хотим убрать границу, то есть, расширить спектр для всех детей. Мастер-класс для детей провел двукратный чемпион мира Михаил Сапаров. Сам он инвалид и эти группы «Ампутация правой руки». Теперь Михаил ездит по стране, проводит презентации о новом виде спорта и сам тренирует людей с ограниченными физическими возможностями. Да, да, занимаемся, у меня есть секции, ко мне приходят, у меня есть двойное назначение, у меня есть спортсмены действующие, которые со мной занимаются, я готовлю на старты. И есть дети инвалиды, с ограниченной возможности, которой я занимаюсь реабилитацией. То есть, и вот у меня есть показатели уже конкретно у ребят, с которыми я уже делаю, вот, и они уже и ходят, бегают и прыгают. В соревнованиях приняло участие 40 спортсменов. Ребятам предстояло на скорость забраться и спуститься по скалодрому. А в планах у Федерации скалолазания 1 июня провести мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Этот мир мы дарим детям, где будет представлено театрализованное шоу и дети смогут поучаствовать в различных конкурсах. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Такова была информационная картина дня. Увидеть наши новости можно и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды.